Привет, друзья! Знаменитая актриса Нина Ургант покинула этот мир на 93-м году жизни. Любимая миллионами россиян артистка скончалась 3 декабря, вскоре после празднования, 65-го дня рождения сына Андрея. Тогда родственники восхищались боевым настроем Нины Николаевны. Тяжелобольная женщина практически не выходила из дома, но все равно радовала семью жизнелюбием и оптимизмом. Пожалуй, тяжелее всех трагичную новость воспринял самый медийный родственник покойной звезды Иван Ургант. Шоумен на протяжении многих лет рассказывал нам, своим подписчикам об их особенной связи, всегда читали эти пронизанные любовью строки со слезами на глазах. До последних дней бабушка всегда оставалась на связи с любимым внуком и правнуками. Прощание с артисткой прошло в Александринском театре в Санкт-Петербурге, в нем Нина Николаевна проработала большую часть своей долгой жизни. Всего через год артистка могла бы отпраздновать юбилей 60 лет преданной службы театру. Первыми почтить память родственницы пришли ее сын Андрей и внук Иван. Телеведущий был с супругой Натальей, прятал глаза от публики и старался как можно быстрее пройти мимо журналистов. А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете. Почему только она меня выбрала? Ни мужей своих, ни подруг, ни многочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился. А она выбрала и начала любить, поделился в день смерти бабушки Иван. Вонята, приезжай, и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду. А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый. Помимо родственников с Ниной Ургант, пришли проститься десятки друзей, коллег и преданных поклонников звезды Белорусского вокзала. Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная. Я пришел, чтобы мама и отец знали, что я передал соболезнования, выступил перед присутствующими Михаил Боярский. Родственники артистки предпочли не разглашать место ее захоронения и попросили всех с пониманием и уважением отнестись к подобному решению. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.